Каждый шаг дается Артемию с большим трудом. Даже просто снять обувь получается не сразу, а чтобы поднять ногу, необходимо помогать себе руками. Лет в 16 у меня начали трястись руки впервые. И тогда это заметила мама и сначала решили, что это нормально, что это возможно волнение из-за экзаменов, это срастное, может пройдет со временем. Какое-то время руки все равно тряслись, экзамены уже прошли, прошел там год примерно, тремор никуда не исчез, и мама решила обратиться к специалистам. Повела к неврологу. В поликлинике детской неврологи никак не отреагировали на это. Это норма, стресс, переживания. У меня муж военнослужащий и отвела в санчасть к неврологу туда. Она порекомендовали поехать в генетический центр. Результат теста выявил у юноши страшный недуг. Спинальную мышечную атрофию третьего типа. Заболевания, при котором мышцы человека разрушаются и ослабевают. Из-за чего наступают необратимые двигательные нарушения. Я не могу потянуться, не могу отжаться, я вообще не могу приседать. То есть, если я присяду, я не смогу встать обратно и удержать свой вес, я просто упаду назад. Это заболевание, оно само по себе вызывает усталость. То есть, он проснулся, а сил уже нет. Из-за того, что мышцы умирают. Вообще, тяжелое физическое состояние. Получается, что он живет через не могу, но надо. Мой муж купил тренажер специальный, нам посоветовали для того, чтобы мышечная память как можно больше, как можно дольше оставалась, чтобы он мог ходить сам. Вердикт врачей поверг семью Игнатьевых в шок. Заболевание лечению не поддается. Объяснили, к чему это все приведет. Что только инвалидное кресло и больше ничего. Но, так как мы отчаиваться не хотим, мы знаем, что лекарства есть, которые останавливают, замедляют болезнь. После этого мы с мамой полетели в Москву, в центр московский, генетический, где мне как раз-таки провели обследование еще раз и назначили препарат. Документы о назначении препарата родители Артемия отдали в свою поликлинику. Но врачи не торопились выдавать лекарства. Тщетно прождав несколько месяцев, семья Игнатьевых обратилась в Минздрав. К слову, одна упаковка препарата стоит около 800 тысяч рублей. Пришел ответ, что у них нет денег, их бюджет не рассчитан на меня, то есть у них в целом нет средств нужных, и они проводят какие-то мероприятия по поиску средств, взыскивают их с кого-то. Прошло еще некоторое количество времени, естественно, никто ничего для меня не искал, это просто была отписка. По Конституции я имею право получать лекарства, которые мне жизненно необходимы, а тогда оно уже было включено в перечень жизненно необходимых лекарств. Тогда Игнатьевы обратились за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство, обнаружив в действиях Минздрава нарушение, подало к нему иск. И в январе этого года суд обязал Минздрав обеспечивать Артемия Игнатьева лекарством за счет государства. Исполнительный лист был сразу же передан в службу судебных приставов для исполнения. И с тех пор, вот с января прошло уже много месяцев, никаких новостей, никто ничего, лекарства мне по-прежнему не обеспечены. По словам Артемия, приставы периодически отправляют уведомления в Минздрав о том, что они обязаны исполнить решение суда. Однако, ВОЗ и ныне там. Вроде бы Минздрав уже оштрафован на 50 тысяч рублей за неисполнение, но опять-таки они просто отправляют уведомления каждый месяц и никакой реакции. Редакция нашего телеканала обратилась за комментарием Минздрав Республики. Первые государственные закупки по данному препарату были признаны несостоявшимися, так как поставщик не выходил на торги, то есть не было заявок на данный государственный контракт. Сейчас исполнитель есть, в ближайшее время, согласно срокам и правилам государственных закупок, будет заключен контракт и в течение месяца препарат для данного пациента будет поставлен в Республику. Артемий не единственный ребенок в семье. К сожалению, у его младшего брата тот же диагноз. Но развитие заболевания у него пока удается сдерживать. Лекарством его обеспечивает государственный внебюджетный фонд «Круг добра». Круг добра нам выкупает в прошлом году, выкупили, и на этот год тоже препарат куплен. После введения препарата значительно улучшения видны. То есть врач также это говорит, что видно, что есть разница. К сожалению, «Круг добра» помогает только детям до 18 лет. Поэтому на Артемия, которому сейчас 19, помощь фонда не распространяется. По некоторым данным, ежегодно в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. Точное число людей с этим заболеванием в нашей стране неизвестно. Но, скорее всего, их от 3 до 5 тысяч. Как говорит Вероника, все они после совершеннолетия испытывают трудности с получением лекарств. После 18 лет человек с этим диагнозом предоставлен сам себе, к сожалению. Может, ждут, пока ходить не сможет. Я и не понимаю, конечно, этого. Мне кажется, что нужно обеспечивать препаратами, пока они могут усыпить болезнь, затормозить болезнь. Чтобы человек как можно дольше мог быть полноценным членом общества. Потому что я считаю, что если человек ходит, он закончит институт, найдет работу, точно так же будет платить налоги. Абсолютно неправильная, неверная позиция. Не обеспечивать и давать погибнуть человеку, который только начинает жить. Артур Бигнов, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. На центральном рынке скоро появится новый арт-объект. Конкурс на лучшую концепцию администрация советского района Уфы объявила еще в середине марта. Дедлайн несколько раз переносили, и на днях в мэрии рассказали, что лучшим проектом признали Стеллу Теплорук. По мнению жюри, именно этот проект был наиболее профессиональным. Раньше на этом островке посреди развязки находилась клумба. Потом несколько лет стоял рекламный щит. А новый арт-объект по концепции должен отражать ценности единства, семьи и дружбы. ЮТВ связался с Ильей Ищенко и Владимиром Васильевым. Авторы из Москвы разработали Стеллу Теплорук. Для этого они изучили башкирскую культуру и придумали саму концепцию. В традиционных башкирских орнаментах преобладает такая геометричная, ромбовидная вообще структура. Мы поняли, что, возможно, имеет смысл попробовать этот объект связать с вот этими начертаниями, которые иллюстрируют и дружбу, и семью, они там со всеми своими локальными обозначениями. Но в основе каждого из этих символов лежал ромб. Следующей позицией была необходимость вообще скульптуру реализовать пространственно просматриваемой с разных сторон, и что бы она ни была, просто какой-то цилиндрической монотонной поверхности. После чего произвелась вот эта вот пространственная трактовка этого ромба, которая при движении воспринимается каждый раз по-разному, так как оно, если абстрактно снимать, да, это две сложные ладони. Они пространственно расположены таким образом, что вот с каждой из пяти основных направлений, с каждой из улиц это все воспринимается по-разному. Трубы – это довольно такой необычный материал для арт-объекта. Вот как вы считаете, в реальной жизни, когда вашу идею все-таки воплотят, не будут ли эти трубы создавать, допустим, какой-то шум, когда ветер будет в них задувать? Чтобы объект из труб звучал, необходимо использовать трубы чуть большего сечения и располагать их таким образом, чтобы они со всех сторон улавливали постоянно меняющийся поток ветра. Здесь же, во-первых, они однонаправлены, а во-вторых, повернуты следующим образом, чтобы по той просьбе ветровка, которая там преобладает в Уфе, стояли не вдоль, не по направлению основного потока, а наоборот поперек. Кроме того, из тепла рук будут звучать национальные башкирские мелодии. Но пока непонятно, как к этому отнесутся местные жители и автомобилисты. Ну, если это будет не в ночное время, почему бы нет? Я думаю, жители не будут против. Но это будет патриотизм к Башкирии вызывать. Конечно, это же центр города. Актуально, да? Насчет музыки не знаю. Она как бы здесь не нужна, здесь и так шум. Может, деревья какие-нибудь посадить, чтобы наоборот шум убавить? В некоторых случаях так происходит, что арт-объект, он либо не вписывается в городскую среду, либо каким-то образом, может быть, ее не то что портят, но делают какой-то не такой привлекательный, может, для людей. Вот каким образом на практике удастся все-таки вписать вашу стелу именно в образ нашего города? Современный нейтральный подход такой, как так сказать можно. То есть, если бы это было как бы что-то кричащее, красное, там, цветное, или каким-то образом выделяющийся из общей среды площадь, то есть, много исторических зданий вокруг, и улицы Революционные, в принципе, имеют историю. Поэтому мы не хотели нагружать как бы существующую застройку. По мнению команды, такие арт-объекты должны расширять границы мышления. Но это невозможно без активного участия. Архитектор Владимир Васильев хотел бы, чтобы все конкурсные работы вынесли на суд обычных горожан. Как вам кажется, чем можно заменить вот эту вот бывшую рекламную конструкцию? Мне кажется, памятник какой-нибудь поставить. Ой, ничего, знаю, горстая. Не думал никогда. Фонтан какой-нибудь, и то лучше. Да, наверное, какие-нибудь часы. Раньше были часы вот здесь на башне, на здании. Не хватает. Вместо стелы здесь вполне мог появиться мини-сквер. Такая концепция заняла второе место. Сквер должен был соединить тротуар и островок посреди развязки. Местным дизайнерам концепция показалась интересной, но ей повезло меньше. Недавно коммерсант делился мнением уфимских дизайнеров, уфимских архитекторов как раз по поводу вашей работы. И они отметили высокий уровень профессионализма как, ну, главное такое качество, почему ваш проект победил. Ну, одно из. Какие, по вашему мнению, объекты украшают город и на что стоит равняться? Может быть, это какие-то ваши любимые стелы или инсталляции в каких-то других городах или странах, например? Сильно большего масштаба, но схожие по своему функционалу, как точкой притяжения. Чикагский Клаудгейт, достаточно уже старый объект, а не Шкапура. Я считаю, что вот в любом городе, если мы рассматриваем его как привлекательный для туристического потока, должен обладать хорошими музейными пространствами и расположенными вокруг них арт-френдли территориями. Ну, там, если говорить про любимую родную Москву, то то, что сейчас в последнее время делают ГЭС-2, да, кураторы, или же, если рассматривать более устоявшуюся уже, устоявшуюся территорию, это территория парка Горького. Но никогда нельзя забывать о нюансах самой реализации. Как будет выглядеть уже готовый арт-объект, вопрос другой. Любое искусство призвано менять шаблоны мышления, а местные жители могут быть просто к этому не готовы. На этапе реализации с авторами концепта будут поддерживать связь. Их включили в рабочую группу. В мэрии Уфы рассказали, что сроки воплощения проекта в жизнь пока не определили. А пока на островке Земли посреди развязки по-прежнему красуется столб от надоевшего всем рекламного счета. Эвелина Бронникова, Виталий Федотов и Нургиз Газимулин. Телеканал ЮТВ. Вот этой камерой мы уже покрыли субстрат, вскрыли пакеты, покрыли. Вот идет зарастание мицели на покровную почву. Айрат Ишмияров знает практически все о том, как вырастить большие аппетитные грибы. Шампиньоны он начал растить еще в подвале своего дома в селе Отрадовка Стерлитамагского района. Началось как все люди, мы любим все грибы. Изначально нравилось просто собирать грибы, а потом как бы так получилось, что отучился в Аграрном университете. После этого как бы работал на селе более 18 лет. И решил как бы для себя попробовать в личном подсобном хозяйстве вот это вот выращивать. Как получится, не получится. Мицели зарастает в субстрат. И в течение двух недель он как бы лежит, просто зарастает. То есть вот в этих мешках здесь субстрат? В этих мешках он получается дышит, зарастает и получается инкубирует полностью, колонизирует брикет. В 2020 году Айрат получил крупный денежный грант. И тогда небольшой грибной подвальчик разросся до четырех камер выращивания. Ну в 2018 году я как бы начал осваивать территорию, а в 2020 году уже как раз получили грант по Аграрстартапу и полностью переоборудовали здание. Потому что нужна климантика, нужны кондиционеры, нужна определенная влажность, температура. Поэтому просто выращивать дома это нереально. Шампиньонам в каждой отдельной камере и на каждом этапе нужен разный климат. Речь идет даже не о тепло или холодно. Везде должен быть свой особый состав воздуха. В микроклимат мы поддерживаем газовое отопление, кондиционеры. Вот они как раз у нас регулируют температуру. СО2, вот измерителем СО2 мы как бы постоянно измеряем углекислый газ, содержание углекислого газа, потому что это далеко не маловажный этот показатель. Шампиньоны это очень капризная такая культура, такие грибы. Получается у них очень много болезней, болезней, вредителей. Поэтому нужно знать полную гигиену, полный вот этот технологический весь процесс. Поэтому нужно бдить, так скажем. Шампиньоны вырастают примерно за месяц. Сперва прорастает их общее тело, которое находится под землей. Потом брикеты помещают в прохладное помещение. Там завязываются сами грибы. Вот мы на данный момент находимся в камере инкубации, где мицеллика колонизирует полностью субстрат. После мы вскрываем пакеты, засыпаем его покровной почвой, и уже как бы идет от покровной почвы рост. Скажите, пожалуйста, сколько грибов по итогу получится вот из одного такого пакета? Ну, с одного пакета вам точно не скажу, но с одного квадратного метра до 20 килограмм гриба. Ну, на данный момент мы с этой камерой, ну, где-то 28-27 процентов гриба возьмем. От количества субстрата где-то это 2,5, около 3 тонн гриба свежего. Это в месяц? Да, это в месяц получается. Весь урожай распределяется по сортам в зависимости от шляпки и размера. После они пойдут на продажу по всему югу Башкирии. Или их законсервируют и продадут отдельно. На рынки, на оптовые базы, на торговые точки, кафе, рестораны. Это ближайшие города. Стерлитамак, Ишимбай, Мелиус, вот такие города. А супермаркеты не тоже? Нет, пока они вышли на этот уровень, нужен более так серьезный объем, поэтому будем стараться. Но мы уже консервируем маринованные, паштеты, икру по-корейски. Вот это вот все мы сами делаем. Мы уже делаем сертификат, все у нас есть. Все четыре камеры выращивания, говорит Айрат, со временем увеличатся. Благо, что земля позволяет, а грибы он продает без наценки из-за отсутствия расходов на транспорт и пошлины. А новые санкции, как считает фермер, еще сыграют ему на руку. Да, конечно, это, безусловно, как бы помогает вот это все. То, что мы изначально, когда начинали, сама задумка заняться грибами, это как раз первое время, когда санкции ввели, вот тогда мы только и начинали заниматься. Потому что был, как бы, дефицит в грибах, и стоимость была хорошая, как бы. Поэтому мы начинали из-за этого только. Егор Полторыхин, Гульнастой Мухаметова и Ильнур Низамов, телеканал ЮТВ. Предметы интерьера, сцены из жизни, абстрактные арт-объекты, повседневные и, казалось бы, обыденные вещи начинают играть разными красками, когда на них смотрят художники. Об этом выставка «Иллюзия обыденности», совместный проект галереи Мирас и посольство Музея современного искусства «Заман» при участии Московской галереи «Основа». Такие совместные проекты, они дают уникальную возможность показать что-то новое здесь у нас в Уфе. Во-первых, здесь очень много задействовано медиа, здесь и видео-арт, и много разных объектов в разных техниках. Здесь и неон, и металл. И мне кажется, что такие выставки, они очень важны для Уфы. Мне кажется, мы должны показывать как можно больше нового искусства и знакомить наших художников и горожан с искусством, которое развивается в других регионах, в других городах, в других странах. Трех разных художниц из Лондона, Ижевска и Уфы объединила куратор Мария Филатова. Ее всегда захватывало, как привычные вещи выглядят совсем иначе, если на них посмотреть через зеркало или пустую раму. Живопись, видео-арт, инсталляция. На первый взгляд, подружить такие вещи между собой непросто. Дело в том, что мир иллюзорен, обыденность абсолютно иллюзорна. Сегодня она одна, завтра она другая. Это зависит от нашего самочувствия, от погоды, от каких-то политических ситуаций, от всего чего угодно на самом деле. И каждый день мы можем смотреть на одно и то же и видеть это по-разному. Я думаю, что это и сопоставление, и противопоставление, и диалог одновременно. Потому что у всех у нас могут быть свои точки зрения. И здорово, что в этом пространстве они сошлись, эти точки зрения. Пусть они будут разные, но, собственно, в этом весь интерес. Марго Трушина приехала на выставку из Лондона. И ее произведения состоят из камня, металла и неона. Сами по себе они привычны. Но в руках художницы камень превращается в небо, а металл в море. Если вы посмотрите на все моих работ, то, в принципе, ничего фантастического в них нет. Это обыденность, это небо, это море, это камни, это металл. То есть я работаю с очень простыми материалами, которые мы можем видеть везде в жизни вокруг нас. Мы с ними соприкасаемся каждую секунду нашей жизни. Но порой мы не отдаем себе отчета в том, что мы на самом деле видим. Обыденность иллюзорная для картин Кати Царевой из Ижевска. Некоторые из них пронизаны тревогой и усталостью, но в них зритель узнает себя с удивлением. Значит, не так уж это и обыденно. Иллюзия обыденности, наверное, очень, ну, я бы сказала, что прям идет в ногу с тем, что я делаю. Потому что я действительно все время говорю об обыденности. И, наверное, пытаюсь обратить внимание зрителя как раз на обыденность. Ну и свое внимание тоже. То есть я исхожу из этого. А уфимская художница Ольга Цымбаленко использует тему повседневности очень давно, но подходит к ней с личной стороны. Она выражает чувства и переживания через цвет и предметы на холсте. Эта тема вообще у меня давно. Интерьеров, пространств, обыденности. И сейчас, по-моему, эта идея, она очень актуальна. Именно ее работы отметила главный редактор интернет-ресурса «Артгид» Мария Кравцова. Она считает, что художнику важно одновременно быть глобальным и локальным. Эта художница, которая одновременно является и современной, которую можно представить, в общем, и в Московской галерее, и здесь, в Уфе, еще где-то, может быть, в Петербурге, в Екатеринбурге. Но она одновременно, собственно, в ней есть что-то, что, в общем, ее объединяет с этим местом и что делает ее выразителем этого места, вот, ну, как бы, Уфа, как бы, все, что связано с вашей, как бы, культурной традицией. Это очень-очень интересно. Для посольства Музея современного искусства «Заман» эта выставка дебютная. «Заман» известен уфимцам как «Музей без стен», пока у них нет своей площадки. Но и для этой, и для будущих экспозиций руководители посольства считают самым важным соучастие зрителя в искусстве. Мы занимаемся современным искусством. А современное искусство – это кроме самого искусства, да, визуального или аудиального, текстового, это еще плюс некий взгляд, некая философия, некое понимание контекста. И наши выставки, они, в первую очередь, еще направлены на то, чтобы люди задумывались, чувствовали. Волонтеры, они не просто волонтеры, да, а это люди, которые сейчас слушали, например, у нас здесь, на этой выставке, куратора, прошли кураторскую экскурсию, общаются с аудиторией. Наши волонтеры – это как раз-таки одни из соучастников, которые вовлекают зрителя, и зрители с ними, входя в контакт, как бы, да, становятся соучастниками. Вообще важно разговаривать друг с другом. Речь идет не совсем о воспитании аудитории. Больше о пробуждении в ней интереса к искусству, к вещам и предметам, которые оказываются куда глубже, чем думается на первый взгляд. Уфинские большинские художники очень высоко котируются в российской арене, да, то есть. И действительно, мы это с научной точки зрения можем утверждать, именно как музейная институция. Просто разные художники работают с разными материалами. И, соответственно, когда мы приглашали Марго Трушину, да, было основное внимание тому, что она работает с всеми материалами, которые обычно мы здесь, в наших выставочных пространствах, не видим. Музей это уже не воспринимается сейчас и не видится, как такая пыльная коллекция работ. Вот, от этого уже, в принципе, давно отошли. Сейчас это больше интерактивная история, это больше история взаимодействия, развлечения. Она такая разносторонняя и в то же время отвечающая на, наверное, запросы современности. Вот этого мира, который просто каждый день меняется и что-то новое происходит. И я вот, наверное, в каждой работе увидела, ну, отражение вот этой реальности, которая у нас с вами сейчас. Впечатления потрясающие, потому что великая сила искусства в том и заключается, чтобы оставить что-то очень важное в душе. И я уверена, что здесь каждый найдет какое-то свое отражение, какие-то ответы на свои вопросы. Уфимцы смогут увидеть выставку «Иллюзия обыденности» в галерее Мираз до 25 июня. Стоимость входа – 150 рублей. Но для пенсионеров и детей до 12 лет просмотр бесплатный. Эвелина Бронникова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова